Друзья, сегодня поговорим о том, что будет с рынком акций после выборов президента России, также что будет с курсом рубля. Поговорим о разблокировке активов до 100 тысяч рублей российских инвесторов, поговорим о Лукойле, о Сбере, о новой угрозе для российского рынка, обсудим Тинькофф, его покупку Росбанка и начало торгов. Также разберем отчет Белуги и ЛСР. Сегодня будет насыщенный и полезный выпуск, а чтобы не пропустить новые ролики, подписывайтесь на канал Путь Инвестора, напоминаю, что с вами Артем, и нам осталось 750 человек до 100 тысяч подписчиков. Но у вас на экране график индекса Московской биржи, начиная с 1998 года. Вертикальные линии – это месяц, когда были выборы президента России. Итак, в 2000 году у нас после выборов президента продолжился боковик на рынке, в 2004 году то же самое, в 2008 году сначала был такой задерг вверх, а потом достаточно сильное снижение, но этот год не показательный, потому что в этом году был мировой финансовый кризис. В 2012 году сразу после выборов мы немножко упали, потом восстановились, то есть в целом боковое движение. В 2018 году у нас было ралли на рынке после выборов президента. Ну и, конечно, самый главный вопрос – а что будет в 2024 году? Куда мы пойдем? Вверх, вниз или у нас продолжится боковое движение? Но теперь посмотрим поближе на индекс Московской биржи, что у нас по теханализу. Итак, неделю мы закрываем на психологическом уровне 3300 пунктов. Получается, что мы пришли на поддержку этого уровня. Ранее 3300 пунктов, 3280 – это у нас был уровень сопротивления, который мы долго не могли пробить. Получается, с сентября, с августа 2023 года. Если в следующую неделю мы закроем выше этого уровня, то это будет означать, что мы подтвердили вот этот уровень поддержки. И у нас открыт путь наверх. Другой сценарий – это возврат боковик. И тогда вот это движение – это будет просто ложный пробой. И вот на прошлой неделе у нас появился новый фактор, который негативен для рынка акций. СМИ узнали параметры возможного повышения налога на прибыль. В правительстве обсуждается повышение налогового времени для граждан с доходами от 1 до 5 миллионов. Кроме того, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20 до 25%. Накануне выборов президента Владимир Путин пообещал более справедливое распределение налогового времени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. Мы знаем, что в этом году государство запланировало потратить беспрецедентные 36,6 триллионов рублей. Ну и, конечно же, где-то эти деньги надо будет брать, в том числе и с прибыли компаний. А так как многие компании выплачивают дивиденды из чистой прибыли, дивидендная доходность многих компаний может снизиться. Продолжим о негативных факторах для рынка акций. И, конечно же, стоит обязательно сказать про обвал ОФЗ, который сейчас мы с вами наблюдаем. Если мы посмотрим на индекс RGBA, это индекс российских государственных облигаций, мы увидим, что он обновил дно, которое было в конце октября 2023 года. То есть сейчас мы по индексу уже 116. И инструменты с фиксированной доходностью сейчас становятся очень привлекательными. К примеру, возьмем 10-летний ОФЗ, выпуск 26244. Сейчас доходность погашения уже 13,3%. 26229, двухлетка, 14 почти процентов к погашению. И напоминаю вам, что это самый надежный инструмент инвестирования на российском рынке. Считается безрисковым. Мало что может случиться, чтобы вы не получили те деньги, которые вам причитаются. А как мы с вами понимаем, не каждая компания сейчас дает вот такую дивидендную доходность. Это при том, что рынок акций очень волатилен. Он идет как вверх, так и вниз. Поэтому, когда складываются такие условия, инвесторы, а особенно крупные капиталы, предпочитают безрисковые инвестирования. Друзья, ну а теперь посмотрим, что у нас будет с курсом рубля в 2024 году. Для этого я подготовил вот такую историческую справку. Сейчас объясню, что это за табличка. Смотрите, это у нас курс на начало года. Допустим, в 2000 году было 27,5. Далее у нас дата выборов президента и курс на эту дату и курс на конец года. То есть, соответственно, что мы здесь видим? Что в 2000 году мы начали 27,5. В момент выборов был 28,8 курс. То есть, доллар прибавил 4,6%. И закрыли мы год с укреплением рубля от даты выборов на 0,6%. В 2004 году тоже ничего интересного особо не было. А вот в 2008 году у нас после выборов президента рубль до конца года потерял 22%. Точнее, доллар вырос на 22%. Но напоминаю, что в этот год у нас был мировой финансовый кризис. В 2012 году что произошло? Начали мы год 32,2. К дате выборов было 29,3. А закончили год 30,5. Здесь получается, с момента выбора президента, доллар укрепился где-то на 4% до конца года. В 2018 году начали мы год 58. К выборам был 57,7. А вот к концу года 69,2. То есть, почти на 20% доллар вырос. Этот год мы начали 92 рубля. К выборам 92,5. А вот что будет здесь очень интересно. Разберем плохой пример Турции. До выборов, которые у них были в мае 2023 года, Курс Лиры держали. Здесь спалили огромное количество золотовалютных резервов этой страны. И обратите внимание, проходит два тура президентских выборов. Выигрывает Эрдоган. После чего Лиру отпускают в свободное плавание. И к текущему моменту она потеряла 61%. Ну, точнее, доллар вырос по отношению к Лире на 61%. Я, конечно же, не могу говорить о том, что такой сценарий будет и у нас. Я даже считаю, что такого сценария у нас не будет. Однако, можно держать в голове вот эту историю, которая была совсем недавно в Турции. Тем более, что у нас рекордные расходы бюджета заложены в этом году. И если будут проблемы с ценами на нефть, То вполне себе правительство может прибегнуть к сценарию девальвации рубля. А если погружаться вообще в теории заговора, То вот текущее снижение, которое мы видим, Текущая распродажа на рынке ОФЗ, Как раз таки может говорить о том, что впереди нас ждет девальвация. Сразу посмотрим, что у нас происходит с доходами России от продажи нефти. Проанализируем вот эту табличку от Международного энергетического агентства. Не самая дружественная к России организация. Однако, что мы видим? Они тут акцентируют внимание о том, что денежные потоки упали на фоне сокращения поставок в Индию в феврале. Но если мы посмотрим, на самом деле все стабильно уже некоторое время. Конечно, был здесь вот очень удачный период. Получается, в сентябрь-октябрь 2023 года, Когда доходы России были очень высокие. То есть, это получается второе полугодие или третий квартал 2023 года. Однако, если мы посмотрим на 2023 год, То в целом сейчас у нас доходы выше, чем в тот период. Если мы посмотрим на график нефти, здесь у нас бренд, То технический анализ выглядит достаточно неплохо. Смотрите, мы тут пробили вот этот вот нисходящий тренд. Вышли из вот этого боковика, достаточно длинного, Где ограничение было 84 доллара. Сейчас за бочку дают уже 85 долларов. То есть, чисто теоретически, можно ожидать роста на рынке нефти. По крайней мере, теханализ об этом говорит. То есть, с этой точки зрения, для России, российского бюджета и курса рубля, Все складывается достаточно неплохо. Однако, надо обязательно сказать, что нефть, в том числе, растет на фоне ударов на российскую нефтяную инфраструктуру дронами. В последнее время, к сожалению, эти удары участились. И, на самом деле, на нефтяные компании, особенно на некоторые, Надо уже смотреть с опаской, имея в виду вот эту ситуацию. Еще по нефти, надо обязательно сказать, что текущие стабильные цены, Они обусловлены сокращением производства нефти ОПЕК+. И прежде всего, договоренностями между нашей страной и между Саудовской Аравией. Вот пока эти соглашения действуют, Я думаю, что рынку нефти в целом ничего не угрожает. Однако, если здесь что-то пойдет не так, то есть будет какой-то разлад между нашими странами, Вот здесь вот будет очень большая опасность, Потому что саудовцы, они могут резко нарастить добычу и просто обвалить мировые цены. Но повторю, что пока об этом речи не идет, и все пока на данный момент складывается неплохо. Также хочу всем напомнить, что у меня есть публичный портфель в Тинькофф, Долгосрочная стратегия вечно зеленой портфели. С начала года я ее открыл, и сейчас 5,7% она прибавляет. Там 40% акций, 40% облигаций и 20% золота. Особенность этой стратегии – минимальная просадка, То есть, если вы подключились, то вероятность того, что вы потеряете деньги, она минимальная. Ну, хотя, конечно, она все равно присутствует, мы же на рынке находимся. Также она подойдет для всех тех, кому интересны только акции, Потому что там есть у меня активная часть, где я управляю акциями. Вот какая динамика на данный момент по бумагам. Буквально вчера покупал две компании в портфель. Вот с момента начала стратегии, с 16 января, как вы видите, сильных просадок нет. Текущая максимальная просадка – это 1%. То есть, 5,7% на данный момент, в то время как индекс растет на 6,5%. Конечно, индекс быстрее растет. Но он на 100% состоит из акций. Если, допустим, будет какая-то коррекция, то индекс упадет сильнее, чем мой портфель. Потому что у меня доля акций всего лишь 40%. Как вы видите, здесь есть также фонд на золото, фонд денежного рынка и 20% – это облигации. Эта стратегия подойдет для тех, кто не любит терять деньги, для больших капиталов – такое правильное портфельное инвестирование. Ссылки все будут внизу в описании и в заявленном комментарии. Подписывайтесь на меня в соцсети Пульс. Теперь переходим к важной новости. Она позитивна, кстати, для всего российского рынка. Это разблокировка замороженных активов россиян до 100 тысяч рублей. То есть, те, кто покупал акции Apple или Microsoft, можете получить до 100 тысяч рублей. Большинство инвесторов в эту сумму у нас как раз таки и входят. Это первый этап. Неизвестно, получится все у наших или не получится, потому что зарубежные регуляторы будут ставить палки в колеса. Однако, пока все выглядит довольно-таки неплохо. Я считаю, что для большинства частных инвесторов лучше всего действительно на 100 тысяч рублей поменять замороженные активы. И в ближайшее время брокеры будут собирать с вас эту информацию. Фиксация стоимости активов будет 22 марта. И до 8 мая будут заявки от физических лиц приниматься. И в конце июля уже будут какие-то итоговые действия. И получается, в конце лета, возможно, мы деньги уже получим. В телеграм-канале Путь инвестора я опубликовал список Excel файл со всеми активами, которые будут доступны для вот этой подачи на выкуп. Ну а по ссылке из Финуслуг вы можете конкретно узнать стоимость заблокированных ваших активов на текущий момент. В итоге, если все пройдет удачно и удастся поменять активы на деньги, я думаю, что уже осенью у нас будет приток именно на нашу московскую биржу. То есть, лично я, свои 17 тысяч, которые у меня заблокированы в САПе, я их, конечно же, инвестирую обратно в российский рынок и куплю российские бумаги. Теперь переходим к компаниям и начинаем со Сбера, который отчитался за февраль 2024 года. И что мы видим? На графике здесь прибыль по РСБУ сравниваются года 2024-2023 год и другие. Мы видим, что траектория 2024 года, она превосходит траекторию предыдущего рекордного года 2023 года. То есть, словам Грефа о том, что прибыль в 2024 году превысит прибыль 2023 года, пока можно верить. Если говорить о конкретных цифрах, то чистая прибыль в феврале состояла 120 миллиардов рублей, что на 5% почти выше, чем в предыдущем месяце, то есть в январе. И почти на 5% больше, чем годом ранее. И это несмотря на то, что сейчас денежно-кредитная политика, конечно же, совсем другая, чем она была в 2023 году. Она сейчас жестче, что не идет на пользу банковским доходам. По Сберу у нас путь инвестора есть карточка компании. У нас прогноз от 1 августа со справедливой стоимостью 313 рублей. Но на самом деле мы уже близки к справедливой стоимости Сбера. Также подобные карточки есть у нас и по другим компаниям. Чтобы их всех увидеть, вам надо перейти в телеграм-канал на закрепленный комментарий. Там у меня обновляемые топ-подборки по акциям, по дивидендным акциям, по растущим акциям, мой антитоп. Там есть также топ ОФЗ, топ корпоративных облигаций с высокой доходностью. Даже топ замещающих облигаций там есть. Если название кликабельно, нажимаете на ссылку и переходите вот в такую карточку компании. Поэтому если вы хотите увеличить доходность ваших инвестиций, лучше разбираться в вопросе, обязательно подпишитесь на мой канал. Помимо этого у нас есть новостной канал, только главные корпоративные новости, отчеты, новости по дивидендам. Чтобы держать руку на пульсе, тоже я бы рекомендовал вам подписаться. Мой трейдерский канал с техническим анализом и моими сделками. Также у нас есть автоматизированный шпион-бот-помощник в телеграме, который сообщит об аномальных объемах на покупку или продажу. Также он показывает лидеров роста и падения в реальном времени. Все ссылки на наши проекты внизу в описании и в закрепленном комментарии. Все наши проекты абсолютно бесплатны. Также лично от меня рекомендации других авторов на ютубе. По облигациям я рекомендую Кирилла, автор ютуб-канала Захаров Инвест. Он сегодня в 12.00 уже выпустил свой ролик очередной. А по акциям я люблю смотреть стримы Олега Кузьмичева по воскресеньям в 21.00, то есть сегодня. Обязательно переходите по ссылке, смотрите ролики ребят и передавайте обязательно им привет от меня. Теперь переходим к отчету Лукойла по МСФО за 2023 год. Что мы видим? У Лукойла исторический максимум по чистой прибыли 1.115.000.000.000 рублей. Во втором полугодии 2023 года у Лукойла рекордная рентабельность по EBITDA 26.3%. У компании на балансе свыше 1.1.000.000.000 рублей кэша. Чистый долг отрицательный, что позволяет как провести обратный выкуп акций у нерезидентов, так и выплатить хорошие дивиденды. Что касается прогноза по финальным дивидендам, давайте посмотрим на самые свежие. БКС, говорит 573 рубля или дивдоходность 7,8%. Газпром инвестиции, оптимистичные ребята, прогнозы 13 марта 800 рублей или почти 11%. Сбер инвестиции прогнозируют 605 рублей или 8,2%. Рекомендация дивидендов, скорее всего, будет в апреле, ждать осталось совсем недолго. Также давайте посмотрим на таргеты аналитиков и рекомендации. Самый высокий таргет с потенциалом 24% от текущих значений это Сбер CIB 9400 рублей, Газпромбанк 9200, рекомендация и там и там покупать. А самый низкий таргет у Синары 7950 рублей. В целом аналитики положительно смотрят на Лукойл, ну потому что у него оценка не самая высокая. Там чуть больше 4 прибылей компания оценивается по ПНЕ. Двигаемся дальше. Белуга или Новобев группа читала за 2023 год, выручка выросла на 20% в год в году, Ебеда на 11, чистая прибыль минус 4%. Вот это аналитикам не понравилось, хотя в 2022 году просто имеется высокая база сравнения, потому что там была единоразовая прибыль, очень крупная. Соотношение чистого долга Ебеда 1,6, комфортное значение. Если мы говорим о сегментах, то сегмент Винлаба растет на 35% год к году. На самом деле у него еще рекордная в этом секторе рентабельность. Уже 18 марта Новобев определится с дивидендами за 4 квартал 2023 года. Прогнозы аналитиков здесь у нас варьируются от 190 рублей до 240 рублей на акцию. Белугу остается очень сильной, интересной историей на российском рынке, то есть компания и растет, и дивиденды выплачивает, однако потенциал роста от текущих значений, конечно же, ограничен, потому что в основном он был отыгран, конечно же, в прошлом году. Идем дальше. ЛСР отчитался по МСФО за 2023 год, выручка плюс 70%, чистая прибыль. Выросла в 2 раза год к году, ну, конечно, год великолепный у всех застройщиков. Также ЛСР рекомендовали дивиденды за 2023 год 100 рублей на акцию. Напомню, что в последнее время котировки ЛСР очень сильно выросли. Почему? Потому что там увидели то, что они с дочек поднимают на головную структуру очень много кэша. Кто-то даже размечтался, что 300 рублей выплатят дивиденды, хотя всегда выплачивали, по-моему, 78 или 76 рублей. Ну, в итоге рекомендовали 100, и мы увидели фиксацию на этих новостях. Минус 8% сразу акции потеряли. Двигаемся дальше. Давайте поговорим о Тинькофф, который, я думаю, будет главным ньюсмейкером следующей недели. Но обо всем по порядку. Сначала начнем с отчета. Отчитались они по МСФО за 2023 год, и что мы увидели? Рекордная выручка и рекордная прибыль. То есть она выше, чем даже в рекордном до этого 2021 году. Также пришли новости, что Тинькофф может интегрировать свою группу Росбанк. То есть, грубо говоря, купить Росбанк. Совет директоров Тинькофф планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию PowerRosBank в группу TKS Holding. Такое решение в TKS Holding приняли, учитывая взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба. Эти факторы позволят значительно усилить позиции группы на финансовом рынке. Это будет безденежная сделка. Тинькофф купит Росбанк за счет доп. эмиссий, а потом проведет байбэк. И самый главный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, это, конечно же, во сколько будет оценен Росбанк. Там фишка в том, что Потанин и там, и там является бенефициаром. Поэтому может быть все, что угодно для миноритариев. Потому вот эти таргеты, которые я ранее показывал от аналитиков, они уже, можно сказать, не актуальны. Почему? Потому что все-таки разная там и рентабельность у этих банков. И поэтому здесь таргеты можно смело резать. Однако потенциал все еще остается, хоть и не такой, как здесь указано, по 50-70%. Если смотреть на Тинькофф как на банк, то сейчас он оценивается где-то 8 годовых прибылей. Но это достаточно дорого. Но Тинькофф, я говорю, это не банк в чистом виде. У него потребительские финансы, доля, в общем, доходит, где-то 60%. То есть у него еще есть другие сегменты бизнеса. Тинькофф это скорее финтех. Что вообще я думаю насчет этой сделки? Она на самом деле вообще все сейчас запутала, особенно перед стартом торгов. Вообще непонятно теперь, сколько будет стоить Тинькофф. Потому что мы не знаем, повторю, стоимость Росбанка. Да, конечно же, в долгосрочную эффект должен быть. Почему? Потому что действительно разноплановые банки. То есть Росбанк это ипотека, это корпоративный сегмент. А Тинькофф это все-таки розница. Но также здесь есть тот факт, что после всех этих корпоративных действий в объединенной структуре у Патанина будет контрольный пакет. То есть может быть и из-за этого все затевается. Мы этого не знаем. Тем не менее 18 марта в понедельник будет начало торгов Тинькофф. Что там будет никто не знает, потому что ситуация запуталась окончательно. Но теоретически навес этот никуда не ушел. И в первые минуты, по идее, мы можем увидеть лучшую цену. Я думаю, что давление продавцов будет в течение месяца. Я думаю, что не все будут прям в первые минуты сливать. Но 2400, я думаю, мы уже точно не увидим такую стоимость. Мы знаем, что на вне биржи сейчас стоимость 2750 рублей. Ну вот, наверное, примерно в этих значениях и будет торговаться Тинькофф. Самая вкусная область для покупки это все, что ниже 2600 рублей. Ну что ж, завтра уже все узнаем. А на сегодня у меня все. Все, что я сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мы мысленные. В конце, как обычно, лайк этому ролику обязательно.